Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Уже завтра в 17.30 состоится традиционная прямая линия с главой республики Рашидом Темрезовым. Ежегодно местом его проведения служит наше телевидение ГТРК Карачаева, Черкесия. Впервые трансляция прямого эфира будет проходить и на нашем канале Россия 24. Для жителей региона общение с главой республики уникальная возможность. Люди напрямую могут задать свой вопрос власти и получить конструктивный ответ на интересующим проблемам. Это можно сделать в ходе самого прямого эфира или заранее. Идут последние приготовления. Насколько это ответственно, расскажет Альбина Ламкова. Это аппаратное сердце телевидения. Именно здесь сидят и работают профессионалы. Они могут все. Управляют процессом с помощью камеры, звука и изображения. До выхода готовой картинки по телевизору проделывают серьёзную работу. Она включает в себя не только видимую на экране деятельность, но и огромный труд, который происходит в закулисье. Проведение прямой линии общения главы региона с населением республики ответственно. Поэтому начинают подготовку заранее. Технические работники следят за работой электрического оборудования, картинкой на камерах и звуковых систем. Скажите, как идёт процесс подготовки к прямой линии с Рашидом Тебрезовым? Ну как, процесс идёт полным ходом. Видите, настолько всё это... Вот, даже не могу оторваться. Всё время проверяем звук, в частности, это я, видео. Поэтому, в общем-то, даже не можем оторваться от работы. Специалисты технической службы ГТРК Корчаева-Черкесия точно определят, с какого ракурса лучше работать. Когда будет переключение с одного объекта на другой. Свет, звук, картинка. Всё должно быть настроено идеально. Этот процесс требует использования большого количества технического оборудования. Например, камер, осветительных приборов, микрофонов и другой аппаратуры. Проведение прямого эфира этого года отличается от предыдущего тем, что его впервые будут транслировать на канале «Россия-24». Ещё в эфире «Радио России» и «КЧРФМ» и на официальной странице главы республики ВКонтакте, а также на канале «Архиз-24». Звонить о насущных проблемах, вопросах и просьбах можно непосредственно в прямом эфире. Или озвучить свой вопрос заранее, с 9 до 19 часов. По номеру 8-800-256-09. Видео-вопросы можно направлять в мессенджерах по номеру 8-918-710-99-90. Итак, прямая линия с Рашидом Темрезовым состоится 7 ноября в 17.30 по каналу «Россия-24». Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. В День Народного Единства глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов отметил многолетний труд представителей различных сфер деятельности. В зале торжеств города Черкеска чествовали общественных деятелей, строителей, предпринимателей, педагогов, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, творческих работников. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. В День Народного Единства в зале торжеств города Черкеска были те, кто внес значительный вклад в развитие республики. Эти люди участвуют в благоустройстве региона, совершенствовании различных сфер деятельности, создают лучшие условия для воспитания подрастающего поколения, помогают населению. Труд каждого из них отмечен государственными наградами, грамотами, благодарственными письмами. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Темрезов поздравил с праздником всех жителей, отметив необходимость постоянного единения людей ради достижения главной цели – процветания малой Родины и большой страны. Единство нашего народа, консолидация вокруг общей национальной идеи – это всегда было главным условием для сильного и развитого государства. Только вместе мы сильны, когда каждый своим трудом или радой доблестью вносит свой личный вклад в укрепление нашей Родины, в ее стабильность и развитие. И мы, как и наши предки, четыре века назад должны показать свою сплоченность и во всем поддержать наше государство и нашего национального лидера. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен руководитель коммерческого предприятия Азрет Алийбаташев. Благодарность президента России получил зампред правительства республики Евгений Гордиенко. Общественные деятели, строители, предприниматели, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, творческие работники. У каждого за плечами огромный опыт, который непременно должен быть востребован. Чувство такое, что впредь все больше и сильнее, и дальше нужно работать, развиваться. Все, что я до сегодняшнего дня знаю, передать молодому поколению. И чувство гордости за свою республику, за свою страну. А далее были песни, посвященные единству народов, ценностям родной земли, всему тому, что стоит беречь ради счастливого будущего жителей Карачао-Черкесии и всей России. Артур Мкцелий Бастанов В День народного единства по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве на ВДНХ открылась главная площадка достижений нашей страны – международная выставка «Форум Россия». На ней собраны уникальные и знаковые достижения и все то, чем самобытные регионы и чем гордится наша страна. От природных и культурных достопримечательностей до результатов в области применения новейших технологий. Выставочный стенд Карачаева-Черкесии тоже открыт и готов удивлять гостей форума. Первых посетителей экспозиции региона приветствовал представитель правительства республики Мурат Аргунов. Он представил гостям концепцию нашей экспозиции, которая рассказывает о природных и исторических достопримечательностях Карачаева-Черкесии, о достижениях в социально-экономической сфере и, конечно, о людях, чьим трудом строится современная Россия, в том числе и Карачаева-Черкесия. Экспозиция стенда Карачаева-Черкесии вызвала большой интерес у посетителей выставки. На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов страны, в том числе новых субъектов – Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также 20 крупнейших корпораций федеральных министерств и общественных организаций. Посетителей ждут 13 экскурсионных маршрутов, более 130 экспозиций с ключевыми достижениями в области экономики, науки и культуры, строительства, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и туризма. Обшельно-культурно-развлекательная и познавательная программа. Напомним, ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов пригласил всех желающих посетить выставку «Россия» и, в частности, экспозицию Карачаева-Черкесии. И сегодня уголочек нашей страны – это Карачаево-Черкесия, которого вас приглашают. Карачаево-Черкесия по праву считается одним из туристических регионов, одним из астрофизических регионов нашей страны. Побывав здесь, вам обязательно закончится вернуться. И сегодня на нашем экспозиции вы разделили на три блока. Первый блок «Ближе к горам», второй блок «Ближе к людям», и третий блок «Ближе к слезам». Я сейчас за каждый блок расскажу. Первый блок «Ближе к горам» поставили имитатор спуска на наших горнолыжных курортах. Вы все эти дни можете попробовать спуститься по склонам Карачаева-Черкесии. Ближе к людям по центру вы можете увидеть, какая культура, традиция, обычаи, экономика и туризм в нашей стране. И, конечно же, почему Карачаево-Черкесия считается астрофизическим региономом? На территории Карачаева-Черкесия расположен самый крупный в мире телескоп, благодаря которому Российская Академия Наук, наши ученые, исключают вопросы. И сегодня мы постарались воссоздать нашу обсерваторию, для того, чтобы вы посетили и прочувствовали всю галактику, которая есть на этой площади. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 6-11, в горах плюс 1-6, днем плюс 19-24 и местами плюс 10-15 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 22-24 градуса. В Карачаево-Черкесии продолжается реализация федеральных и региональных проектов по различным направлениям. Преображение дворов и зон отдыха, капитальный ремонт образовательных учреждений и многое другого. Какие-то из них уже в текущем году выполнены, другие будут сданы в скором времени. Некоторые объекты в городе Карачаевске посетили руководитель Республиканского народного собрания Александр Иванов и зампредправительства Евгений Гордиенко. Подробности в сюжете Артура Мхце. Парк – как излюбленное место проведения горжанами своего свободного времени. Таким виделся дизайнером «Зелёный остров Карачаевска» на момент подачи заявки на конкурс среди малых городов. Победа в нём позволила воплотить в реальность все задумки. На днях парк был сдан в эксплуатацию. А теперь посмотреть на выполненные в рамках национального и партийного проектов работы приехали руководители Регионального народного собрания Александр Иванов и зампредправительства Евгений Гордиенко. Комфортная городская среда. Этот проект выиграл конкурс среди малых городов. Он был отмечен вице-премьером Хуснулиным как один из успешных проектов, которые реализованы в этой области. Ну и сами вы видите, что сегодня, насколько преображается городская среда в городе Карачаевске, людям можно комфортно находиться и заниматься досугом. Было предусмотрено государственное частное партнёрство. Государство со своей стороны предоставило финансовые средства для реализации этого парка. А частные инвесторы должны были здесь и кафе организовать, и места досуга. Сегодня мы видим, что это реализуется и в ближайшее время откроет двери для своих посетителей. Реализация данного проекта в первую очередь стала возможной благодаря поддержке главы Карачаева Черкесской Республики. И вот сами видите уже окончательную реализацию. На самом деле данное место становится излюбленным для жителей и гостей города Карачаевска. Представители руководства республики осмотрели благоустроенную территорию и оценили качество выполненных работ, отметив важность участия Карачаево-Черкесии в федеральных программах. Ведь это позволяет преобразить те объекты, которые необходимы для физического, образовательного и духовного развития населения. Так очередным местом посещения стала 5-я школа Карачаевска, построенная почти сотню лет назад. У нас имеется два корпуса, но это основной корпус. Корпус этот, мощность школы рассчитана где-то на 250 человек, второй корпус на 200, и в общем оно составляет 450. Но в этом основном здании у нас запланировано и занимались 5-11 классы. А во втором корпусе это младшие школьники. В одном из корпусов занятия начнутся совсем скоро. В настоящее время подрядчики, можно сказать, наводят марафет. Собирают и устанавливают мебель в классах, проверяют готовность коммуникаций. Как отметили проверяющие, в Карачаево-Черкесии ежегодно удается капитально отремонтировать примерно по 25 образовательных организаций. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Юного героя из Карачаева-Черкесии наградили в Совете Федерации. Тарас Гайворонский из Карачаева-Черкесии награжден медалью Совета Федерации за проявленное мужество. Награду отважный школьник получил в присутствии председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 10-й торжественной церемонии награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Как мы уже сообщали, юный герой Тарас из Метногорского в январе этого года спас на пруду двух 11-летних ребят, которые провалились в воду, катаясь на льду. За свой героический поступок Тарас был награжден медалью МЧС России за спасение погибающих на водах, а также получил звание юный спасатель Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил его с заслуженной наградой. Пока есть такие смелые, самоотверженные, отзывчивые ребята, готовые в нужную минуту перейти на помощь, мы можем быть уверены в будущем нашей страны, отметил он. Между тем, в этом году в награде Совета Федерации представлены более 200 детей и подростков из 60 регионов. Приветствуя юных героев, Валентина Матвиенко отметила, что традиции встречи проходят в канун замечательного праздника, Дня народного единства, который, по ее словам, напоминает нам о том, что любовь к своему отечеству, солидарность, стремление помогать людям были и остаются для нас главными ценностями на протяжении веков. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Екатерина». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!